И чё получается, я не знаю. Значит, это выбор, кто умрёт, Гейб или Кейт. Если Гейб умрёт, то хуй с ним, но если там его брат умрёт, и потом разработчики опять начнут байтить на эмоции, то я ебал. Просто ебал, ебал их, ебал ещё раз. Они каждый раз по одному шаблончику одинаково всё делают. Нельзя толком никого спасти. И вот как-то сцена во втором сезоне, где Люк провалился под озеро. Ну, в смысле, под лёд провалился в озеро. Оказывается, его нельзя было спасти. И оказывается, я своими действиями, наоборот, уберёг Пати от ещё одной смерти. А я-то думал, что там как-то что-то неправильно сделал. Разбросчики просто по КД всех хуярят и байтят на эмоции. Если умрёт, ну, если, получается, был выбор между Дэвидом и Кейт, то это пиздец. Они просто не оставляют никогда вариантов, чтобы спасти всех. Они никогда не оставляют таких вариантов. Они хотят именно убить всех персонажей, которых они ввели. Я не знаю, там оставить максимум одного. Да и то. В том же втором сезоне даже Кенни умер. Хотя, как бы, даже если его можно было спасти, мне потом заспойлили то, что в третьем сезоне Омэ Анивэй умер. За кадром причём. Как она здесь умудрилась нафидить, я не могу понять. Вот мы приехали, вот мы приехали, вот тут этот Иисус со своей бандой. Как она умудрилась здесь фидануть? Как? Мы почти там. Хобби, в баскет, и я подниму тебя на top of the gate. Баскет? Да не кусайся! Рафлан, контент! Рафлан, контент! Блядь! Так я не менял своё решение в том-то и дело! Ну так и есть, всё правильно, всё правильно. Всё правильно. Катит как раз! Не, как раз, как раз катит. В жизни ты бы как раз понял, потому что. Поэтому и катит. В играх, особенно вот здесь, ТВД, очень часто не поняли, что ты выбираешь. Вот этих вот, в играх, где типа есть выбор. Мне ещё в Ведьмаке было очень часто непонятно, что я выбираю. Кстати, я не раз на это жаловался. И здесь мне тоже очень часто непонятно, что я выбираю в диалоге. Я выбираю одно, персонаж говорит другое. И потом надпись. Такой-то там это запомнит. Что запомнит, блядь? Причём, когда фразу говорят совершенно другую. Не то, что я... Особенно смысл, когда говорят совершенно другой. Пусть даже фраза другая, хрен с ним. Но когда даже смысл теряет с того, что я выбирал. Оправдание катит, потому что в жизни ты понимаешь, что ты выбираешь. В жизни ты сам свои слова. Как бы тебе их никто в рот не пихает. Ты сам, вот, чё подумал, то и говоришь. А здесь я пихаю буквально персонажам в рот слова их. И смысл их слов, очевидно. Я изначально хотел выбирать Кейт. Изначально, но я не то выбрал, блядь. Не надо мне спойлить опять. Выборы в её флешбеках. Да хули она за нами тогда не поехала? Чё, блядь? Она бы могла из-за Кейт. Из-за тобой. Как вообще? Как вообще? Что, блядь? Как? Она могла из-за Кейт. Из-за тобой. Куда бы ты... Почему она с нами тогда не поехала сейчас? Зависит от выборов в её флешбеках? Да ёбаный рот. Зачем ты мне это сказал? Мне тебе придётся проверять, почему так получилось. В любом случае, я бы не стал там ничего менять. Я уверен, что я во флешбеках всё чётко выбирал. То, что, ну, именно мне по душе. То, как я считаю правильным. Какая была Open? Зелёная? Как она умудрилась нафидеть? В прошлый раз, когда я приехал, тут было закрыто. Она уже была внутри, блядь. Эти разработчики вообще охуели. Я понимаю, что вас бесят паузу, но я не могу не напаузить. Ну, блин, ладно. В прошлый раз, когда я приехал, она была уже внутри. Она была внутри, вдумайтесь! Как она открыла ворота. Эти работяги с Иисусом меня так же само ждали. Она уже внутри была, сфиженная. Уже сфидела внутри. Как? Ворота же закрыты были. Их никто не открывал. Не, реально разработчики охуели. Называются выборы. Хотя даже логики нету. Она не могла фидануть. Она не могла фидануть. Это было нереально. Как она сюда прорвалась и фиданула? Непонятно. Без перезарядки? Он не перезарядился. О, наконец-то. Вот, возьми. Давайте подключим брызг с чертой. Звучит брызг с чертой. Погнали! Это всё! Открываем! Девушки отдыхают. И куда делся Дэвид, блядь? Эй, все, в пизду, в пизду. Все, блядь, все, просто. Ясно. Иди, иди, блядь. Ясно. Ясно, короче, я вам скажу так. Так и быть, конечно, я сыграю еще четвертый сезон, но больше никогда ничего не буду играть от этой ебучей компании. Под названием Telltale Games. Просто Telltale Gaze, а не Games. Просто умер за кадром. Выбор, выбор, в чем выбор? Не было никакого нигде выбора, как обычно. И зачем мне играть, если могу просто смотреть кино? У них так в каждом сезоне нихуя нельзя сделать, никого нельзя спасти, ничего нельзя выбрать. А здесь, получается, был выбор между Дэвидом и Кейт, и кто-нибудь за кадром умирает. Ну, конечно, мне приходится Кейт тогда выбирать в любом случае, но я не хотел, чтобы брат умирал. Что за хуйня вообще? Блядь. Примитивный способ делать игры. У них ни капельки, ни один сезон не отличался. Настолько примитивный способ. У меня сейчас уже даже... Я даже, ну, я не чувствую каких-то негативных... Нет, нет, вернее... Я не расстроился, я просто злой. Вы серьезно, блядь, разработчики? Что, I'm sorry? Дэвид! Чего, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь? Хаби? Ты пришел освободить причину из-за этой сутки. Я знаю, брат, ты... Ты... Нет, нет, ты... Ты... Хотел мне сказать тебе... Чего? Братан, не волнуйся. Я семью тоже не люблю. Когда увидимся, скажи мне спасибо, ладно? Ведь я освобожу твою сраную душу. Ублюдок, ты больной. Что? Блядь. Блядь. Мы обнимаем друг друга. Где ты нашел их? Немного влеза в городе. Не слишком далеко. Можете взять Габе где-то безопасно? Да, конечно. Давай, Хаби. Где мы идем? Это бомбинское. Да... Реально бред. То есть получается, я не знаю, никто там сказал, что можно всех спасти, но по-моему, прохождению уже нельзя было всех спасти. В любом случае. Я не мог в пятом эпизоде как-то выбрать так, чтобы и Дэвид, и Кейт выживали Причем я понимаю, если бы хотя бы я где-то какие-то выборы снова делал Но нет, они... Кто-то просто за кадром умирает Просто, блядь, за кадром Что за хуйня вообще? Что за хуйня? Просто за кадром В пизду это Я даже не чувствую, ну, разочарования или, ну, там, плохого настроения, просто злой Потому что мне надоело настолько примитивно... Ясно Я не могу представить Да Плохой Гейм Что-то взял, что я... Хотел... Променять... Блядь, идите к черту Опять начинается этот троллинг или что это? В пизду, бля Мне не нравится, короче... Мне не нравится и так, и так не нравится Все хуёво Гадем, разработчики Гадем, девелоперс Гадем, факин, девелоперс Сусть его Он говорит о его милитарном фунерале Какие другие люди говорили о планах отрабатывания Он только изменил вопросов, если я предупреждал Я уберю эти Он не обманывал Беря его тело Как он виноват, это был он Помогите мне, это не должно быть много. Мне не нравится это. Мне... Это то, что ты делаешь. Обычно. Когда ты видишь, папа, они говорили, что я сказал, что я прошу. И тогда я извиняюсь, что не платить тебе 10 долларов. Ты... Хочешь сказать что-то? Ты видишься, Харик. Окей, я понимаю. Ведь без семьи кто мы, блять, такие? Когда-то я убила впервые ради семьи. Но ты понимаешь, в чем прикол. Наши друзья из-под тяжка бьют каждый раз. Что это за паста? Блять, ты выберешь их или нас, нас или их. Как будто, блять, нам еще нужно выбирать. Да, повесил фотографию Дэвида рядом с этой тварью, вон. Седой. Сними хоть эту фотографию. Сними фотографию этой твари. Куда ты повесил его фотографию рядом с ним? Закрой рот. Что, блять? Что, блять? Если ты чувствуешь какую-то грустность, бурь его. Я имею в виду. Он был мой брат, Кейп. Моя кровь. Он был моя ответственность, и я потерял. Он потерял себя. Ты сделал то, что ты мог. Я не могу. Обычно тваритость меня страшит. Что сейчас? Есть много работы, которые сделаны. Твоя кровь могла вернуться. Но все равно. Но все равно. Я чувствую здесь более спокойно, чем... чем я никогда не делала, в старой велосипеде на улице, без дороги. Мы в этом, Хаби. Мы получили чувствовать спокойно и спокойно. Мы начнем семью. Ты и я. Новый начин. Что ты говоришь? Я думаю, что это будет хорошо для нас. Я никогда не хотела детей. Я люблю Гейб и Марьяна. Но... это потому, что я должен. Не потому, что я хотела. Я понимаю. И... Может быть... ты... изменишь свою голову someday. Не волнуйся. Я буду стоять. Не волнуйся. Мы здесь, пока мы знаем. Мне лучше сделать что-то другое. Я не знаю. Убрать ее, снять Кто-то вообще решает Люди Ричмонда, людишки Ричмонда за кадром Продолжение следует... 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 Да, спасибо за это, чувак. Попрошу. Будьте внимательны. Вопрос никогда не остается слишком далеко. Ты тоже из-за здесь, да? Да. Время. Я должен найти А.J. Хави. Я ждал так долго. Но, может, ты мне еще один последний вопрос, before I leave? Я всегда делала это для моих дедов. Это очень хорошо от тебя. Она думала, что я ужасно. Ты? Я не делала твоего бизнеса. Ты готовася к войне или что? Я имею в виду, он иногда очень нанесен, но... Я привыкла к его вокруг. На самом деле, к кому-то поговорить. Даже если он тотал дурак. Я должен увидеть А.J. Хави. Я должен увидеть, что он в порядке. Ты думаешь, что он меня помнит? На самом деле, немного? Кто мог забыть тебя, Клэм? Никто не знал тебя, я гарантирую. Да, может быть. Все говорят, что он лучше. После того, что произошло, я начинаю думать, что они правы. Я не знаю, если я была хорошая мама или нет. Я не могу остановиться думать об этом. Я очень желаю, что я смогу. Это не о том, что хорошо или не хорошо. Ты оставил его живым. Ты делал свой job. Я не могу. Я не могу. Если кто-то ещё должен сделать это для меня. Габе сказал мне, что ты играл в бейсболе. Я делал. Я любил это. Он сказал мне, что ты все это делал, тоже. Да, я точно так делал. Ну, ты обрабатывал. Я должен был. Но ты любил это. Как ты обрабатывал это? Как? Если ты реально любил это, как? Не знаю, я любил играть в доту. А теперь не люблю и все. И что, блядь. Ну, он как бы перестал играть все еще. Он все еще любил бейсбол на момент, когда перестал играть. Ты знаешь, что? Короче, я соберу твою петлю. Я помню этого команда. Тебе учил тебе о бейсболе? Нет, не реально. Ну, и ты вернешься? Я расскажу тебе все о том. Это дело. Типа у меня есть Вебер. Клементин. Надеюсь, это хоть на что-то влияет. Субтитры сделал DimaTorzok. Дорого. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы его, что-то, обещали, ну, вернее, главгерой и обещал машину, грузовик У нас же остался грузовик какой-то там Что-то по-любому осталось, почему мы не дали никакой машины? Что, все? Почему мы не дали никакой машины? Вы и Дэвид, ваши отношения можно назвать неблагополучным Что? Я, блядь, со всех сил старался, так же само, как я с Кенни старался После того, как в ночь смерти вашего отца Дэвид ударил вас, вы согласились пожать ему руку Вы пытались каким-нибудь девичментом без Дэвида, когда Дэвиду нужна была ваша поддержка, вы отвернулись от него Что? Когда Дэвиду нужна была ваша поддержка, вы отвернулись от него, это имеется в виду тот выбор или что? Блядь, меня бесят разработчики этой игры Я вам говорю серьезно Так мне сделать звук тише Я вам говорю серьезно, если бы я знал на момент Ебаный свет Если бы я знал на момент того выбора, что я выбираю Ну, когда первый раз с ним столкнулся, если бы мне заранее Нет, я бы не хотел, чтобы мне кто-то заранее говорил Если бы я просто заранее знал, допустим, что я выбираю между смертью за кадром За кадром То есть, представьте, что я сейчас просто, блядь, отойду Ну, то есть, я вот просто выйду из кадра Да, и вот я выехал из кадра Смотрите, я выехал из кадра, все Парни, я умер, блядь! Вы этого даже не видели Просто у меня не стало, все Потом кто-нибудь стрим выключит И просто потом стрим выключится, да? Охуенная история Смерть за кадром, блядь, что, блядь? Типа, к чему эти все выборы? Ты не можешь даже спасти Хорошо, мне кто-то задонатил Что? Вдумайтесь, вдумайтесь, смотрите Был донат, сейчас, где-то Зависит от выборов в ее флешбеках Она могла и за Кейт, и за тобой, куда бы ты ни шел Так можно всех спасти Я сейчас пытаюсь это переварить Спасение всех зависит от флешбеков контентины? Что, блядь? Допустим, она бы поехала вместе со мной и с Кейт А кто бы тогда спасал Дэвида? Как бы, он бы, то есть, получается, спасся Если бы контентина за ним не поехала Тогда бы он смог отбиться А на что, получается, помешало ему отбиться? Что за бред, блядь? В этой игре выборы просто конченные Из сезона в сезон все более конченные выборы Которые хуй знают, на что они вообще влияют Они только заставляют гореть Просто байт на эмоции Вот реально байт на эмоции Ну, у них изначально байт У них изначально план, ну, байт на слезы Но на меня это уже точно не работает Потому что я уже понимаю, что просто, ну Крайне примитивный способ, скажем так Удерживать игроков, чтобы они поиграли в следующий сезон И в следующий сезон Хвала великим силам Четвертый сезон, насколько я знаю, ну, уже последний Короче, ну, самое забавное, что если бы я знал изначально Что я выбираю между смертью за кадром Дэвида и Кейт Вполне вероятно, что я бы просто вышел из игры И я бы в него вообще не захотел больше возвращаться То есть я мог бы даже не поиграть четвертый сезон Хотя, блядь, мне бы пришлось, я уже пообещал Не, ну, если бы я не пообещал, то я мог бы, наверное, дропнуть на третьем На пятом эпизоде и даже не вернуться в игру Если бы я заранее эту хуйню узнал Ну, просто такой бред Дешевый бред Это чисто от себя, от этого вот Отверг приложение Кейтс за семью Это чисто, ну, от меня От души, так сказать Лично я детей никогда не хотел Поэтому я, ну, я сказал, не хочу детей Ну и потому, что она еще прессовала, ну После смерти она продолжает Дэвида прессовать Блядь, ебучая Вы и Гейб Ваши отношения можно назвать холодным Жиза Реально, Жиза Трип, рип Трип, рип Не прости ли имелось в виду, правильно? Не прости ли Блин, ебаная музыка Блин, ебаная музыка Кто просил делать настолько громко музыку? Причем песня хуевая, кстати Вообще не в тему Что за, что за Что это такое? К чему это? Песняка это какое-то прям Супер ванильное супер говно Совершенно не в тему Не в тему игры Не в тему сезона Не в тему сюжета К чему эта песня вообще? Кто-нибудь понимает, к чему эта песня играет? Рип Трипа, рипа До сих пор жалко Там должно было быть написано Вы не простили в итоге Леонору за предательство Как ее можно было простить? Просто тварь ебучая Так забавно А что, он мог бы перечеркнутым этот Чизус? Или что? Он же в сериале То есть он никак не мог умереть Клинт? Что за Клинт? Клинт выгнал нас из Ричмена За убийство Руслуса Когда вы отказались А, я вспомнил Это вы Это один из главарей изначально Когда вы отказались Продолжаем Клинта Покинуть Ричмена Где сейчас находится Клинт Неизвестно А кому не похуй? Вы можете мне, блин, выслать на e-mail Список тех, кому не похуй Где находится Клинт? Что там было 2,2%? А, ничего не знаю Стали ли вы раздевать? Это может было Абсолютно нереалистично Не давать сдачи Я понимаю, если бы меня еще кулаком бил Но Пеш объяснял Про гаечный ключ Про различия Между реальной жизнью Когда берут оружие Или там еще какая-то хуйня опасная Между реальной жизнью И играми И фильмами Различия очень серьезные Я пытаюсь как-то действовать реалистично Это вот этот выбор Это для меня полный провал 3-го сезона До этого момента Я думал, что 3-й сезон охуенный До 5-го эпизода На самом деле Мне он казался охуенным Но в 5-м эпизоде Я уже окончательно понял Я все понял Насчет этих разработчиков Они просто Ну, они слишком Дешево Слишком примитивно Они не пытаются Ну, нормально Продумать Чтоб Ну Чтоб казалось Все логичным Завершенным Мне кажется Что, допустим Отношения между братьями Нихуя не завершенные Это точно Как минимум Просто Ну, чел за кадром Там решил У меня одно окей Устория И то, как Кейт репнулась Когда я увидел второй вариант То, как она Изначально приехала в Ричмонд Там было закрыто Как она туда заехала Неизвестно То есть Ну Когда я вот Помог Дэвиду Да, а потом поехал обратно И СУС Так же самое На лошадях Там с бригадой своей Ждут под воротами Ворота закрыты Я открываю ворота А мы там видим Мертвую Кейт уже потом Как она там оказалась? Где она туда? Как она туда? Почему она другим путем Поехала, получается? И решила там где-то Пробить стенку Или что опять? Хуй его знает Инфа засекречена Разорвочки это решили Не продумать И не объяснять Привет какой Пошла ли Крементина с вами? В трудный момент Рядом с вами И еще 53.3% Огроков Не было Крементины Какого хуя Ее не было Если я всю игру И помогал И всю игру Был за нее Хуй бросаешь Мне ответили Это связано С выборами Во флэшбэках Где, блять Взаимосвязь Между какими-то Выборами Во флэшбэках Когда, во-первых Это прошлое Где взаимосвязь Между этим И отношение Глав героя С Крементиной В реальной жизни Сумж Не в реальной жизни А, блять В реальном, ну В реальном времени Это просто пиздец 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 Все, короче Ваша кремитина стала, да нельзя к ультой, да нельзя к ультой Ваша, по-моему, у всех так Отрубить уже эту музыку Блин, реально ни о чем песня не в тему Короче, горит у меня с пятого эпизода И окончательно сгорел с этих разработчиков Они примитивные Они примитивные Сфу тебя патронов, что ты их так не жалеешь Просто идет Машину ей никто не дал, хотя Хави ей обещал машину Хави ей обещал машину И это еще во втором эпизоде тоже форсилось, что ей машину обещали Но, походу, Клементина забыла про обещание Хави Он забыл про свое обещание Ну, cool story Она должна была быть с какой-то машиной И обещали машину Короче, говно А учитывая, что четвертый сезон последний Ну, насколько я понял Он же называется Final Season Потому что я уже, как бы, его установил Если что Четвертый сезон Получается, там еще и Клементина Может каким-то таким же похожим дурацким образом умереть Например, за кадром Я, в общем, моментально нажму Alt F4 И никто меня не заставит дальше проходить Если там будет какая-то вот подобная хуйня Ну, я предупредил Я обещал поиграть четвертый сезон Но если мне что-то Ну, если там произойдет хуйня Вот какая-нибудь Вот типа вот этого Как в пятом эпизоде Я просто нажму Alt F4 Я сразу удалю И никто меня никогда не заставит дальше играть Я больше не буду хуйню терпеть Учитывая, что это последняя игра Обещание я сдержу Игру я поиграю Но я не обещал ее закончить Посмотрим, как там будет Тут они меня уже окончательно взбесили Мне еще скинь эта вот вся хрень бесила Особенно, ну, как Это еще начиналось с первого сезона Ну, мне уже, если честно, все равно На самом деле, потому что это бред Мне уже, если честно, все равно Как это решало на какие-то решения Потому что это бред, на самом деле Это реально бред Кстати, не все могли выжить А, ну меня наебали, но хоть так Потому что если бы там реально все могли выжить В зависимости от ее флешбеков Это реально был бы бред У меня еще с первого сезона Вот это вот, помните Там был момент, когда Перед последним эпизодом Когда Кенни сказал Ты мне ни разу не помогал Ты там думаешь только о себе И ты ни разу не помогал Хотя я весь эпизод старался ему помогать И быть на его стороне Разработчики форсят свой сюжет И твои выборы Просто их можно себе в жопу засунуть Потому что разработчики просто форсят свой сюжет Ты не можешь своими выборами сюжет как-то провести Как ты хочешь Разработчики АНВ свою хуйню форсят И все И АНВ они будут байтить на слезы И т.д. и т.д. Независимо от того, что там делаешь Или пытаешься, чтобы там кто-то выжил Ты не можешь никого засейвить по-настоящему Если разработчики решили, что такой-то чел умирает То все выборы, связанные с ним Абсолютно бесполезны Абсолютно, ну, бессмысленны Ладно Тридцать шесть с половиной процентов Чтоб остальные Шестьдесят пять с половиной И решили, ну, чтоб их добили гаечным ключом Я бы им посоветовал в реальной жизни Попробовать вот таким вот гаечным ключом Словить один удар Ну, если выживут Если выйдут из комы Там через пять-десять лет Если не выйдут из комы Чтоб сообщили мне, как оно Нормально Омега лоу Как выйти отсюда? Да Ну